Черемизовская летопись. Ксерокопия, черемизовская летопись. Вот она. Конечно, припредельная, это не оригинал, а ксерокопия. Что это ксерокопия, вот, пожалуйста, вы можете убедиться. То есть, полностью, стопроцентная копия. То есть, отпечатана с оригиналом. Их всего несколько существует в стране и в мире, естественно. Вот, это одна из таких книг у меня есть. Мне подарили, я очень признателен тех, кто подарил. Вот. Здесь я положу закладки. Некоторые закладки. Вот, к примеру, очень хорошая карта сделана. Вот. Покажу сначала ее. Вот видно, конечно. Просто вы должны учитывать, что эта карта писали не так сейчас принято. Вот здесь находится юг. Север находится здесь. Для меня сначала было непонятно, тоже я привык. Ну, как мы привыкли сейчас. Я смотрю, не могу понять, где, кто. Потом сообразил, что карты изображают не так, как мы привыкли сейчас, а по-другому. Так вот, здесь, красно, юг. И вот видите, китайская стена. И вот это, как раз, север лежит. И здесь все названия русские. Все до одного. А вот здесь почему-то китайские названия. Знаете, почему здесь названия китайские, а здесь названия русские. Не знаете? И тут, где названия китайские. Допустим, Тюньцзянь название реки. И русский перевод – тихая вода. А здесь нет перевода на китайский, ниже. И там, где Монголия, не пишется Монголия, как сейчас пишут. А старая камыцкая степь. Каменная степь, если камык, откуда пошло слово калмык. Каменная степь – старое слово русское. Забавно? Забавно. Вот здесь, просто если у нас быстро найти. Вот в то время эта книга началась писаться еще, описывая события, ну, 16 веков, начиная. И вот посмотрите, какие здания строились в Сибири в то время. Да? Неплохо? Из камня. Вот, к примеру, дальше. Другие здания, дома. Это ремеская летовость, охватывающая 16 по 18 век. Сейчас найду. Вот в разные места-то они подряд идут. Пушки здесь рисованы. Вот. Кузницы. Видите, работающие? Металлургию знали, оказывается, в Сибири еще в 16 веке. Оказывается, какой Петр Первый туда привез. Когда это было? Черепаха. Черепаха. Угу. Сейчас еще найду. Интересно картинки. На Дыму, Рынгу, Тюмени уже стали в те времена. Неплохо? И были большими городами, между прочим. Покажу где-то. Вот одна из каждых городов. Сейчас, секундочку. Чтобы показать Россию, чтобы розово было. Правильно, может быть. В России много в то время европейских было таких городов? Скажите. А фотофории на сайте, может, не будет? Ну, со временем, может, и будет. На русском языке? Конечно, на русском языке. А на ком же еще? Естественно, на русском. Еще кое-что там интересное, я сейчас скажу. А издание какое-то? Люди, которые знакомые. И реки прорисовывали. Издание книги какой-то? Это сферокопия. А не издание книги. Вот, видите, как реки прорисовывались в то время. Серучеки и так далее. И города, которые стоят. Вот. А издание автономы? Ну, он писал в течение двухсот лет. С 16 века по 18. А кто издание автономы? Те же люди. Ремизов. Боярин Ремизов начинал. И еще. И его потомки потом продолжали. Вот, к примеру. Тоже город. А ремизов на крови еще существует? Не знаю. Это не могу сказать. Надеюсь, что да. Вот даже территория. Видите, Тюмень показан. Город Тюмень. Вот он маленький такой. Но застроенный большой город. Тюмень. Вот город Старской, к примеру. Среди рек и лесов. Ну, и просто все это не буду показывать. Ну, понятно, что. И что самое интересное. Ну, сейчас не буду искать. Потом, может, поставлю. В дальнейших книгах буду использовать материалы. Город Тобольск. Слышать такой город, да? В этой книге есть его карта. И окружает территорию. Вокруг именно только одного города Тобольска нарисовано пять колец. Таких. Просто кольцо. Не кольцо, а просто линии. Такие по кругу. Это так выделяет столицу. Неплохо. А теперь еще один момент. Я закладки сделал. Сейчас посмотрим, какой книжки накладки есть. Во-первых, сам Ремизов был христианином. Одна из ошибок которой. Вот это уже просто берется текст и перевод на современный русский язык. Потому что там понятия некоторые были другие. Вот видите. И вот я читаю. Лето 7158. Придеша в Тобольск послы. А тут в переводе. В 1658 году пришли в Тобольс послы. От калмыцкого Албая, Тайши. И просили помятных выше государств. И так далее, и так далее. Послы пришли куда? В столицу. А вы скажите, куда Красные Ворота из Москвы смотрят? На восток. А скажите, любой другой город в России, Красные Ворота всегда показывают в сторону столицы. А почему в Москве есть Красные Ворота? Не задумывались? Подумайте теперь. Но самое интересное. В Ирье написано. Лето 7158 год. И здесь, тоже раньше там они уже интерпретация, замалчивают. Ну а то, что послы пришли в Тобольск, почему-то не замалчиваются. Как-то задумывались. Почему в Тобольск? Ведь в столице должно быть послы приходить. И вот здесь вот...